Наша партия ставит задачу сделать подготовку уже к выборам более прозрачной, более демократичной и абсолютно всем понятной. Для того, чтобы вертикаль власти работала четко, понятно, прозрачно и, скажем, важно, правильно, скажем, мы, конечно, должны подобрать Государственную Думу такой, чтобы она действительно выражала интересы всех россиян. И именно для этого «Единая Россия» приняла решение, и в нашем уставе это закреплено, кандидатов в депутаты Государственной Думы не кулуарно подбирать, даже одним только съездом, а именно всем населением страны. Вот поэтому в один день и по всей стране. Праймерис отмечает политики – это новая политическая культура России. Внутрипартийное предварительное голосование – не новинка для избирателей, но это первый политический сезон, когда процедура предварительного голосования по открытой модели проходит по всей стране. Для проведения агитационной кампании, а также для участия в дебатах у участников праймерис остается буквально пять дней. Отмечу, подать документы на участие в предварительном голосовании могли все желающие. В бюллетенях для голосования будут фамилии как самих единороссов, так и беспартийных кандидатов. Люди, придя 22 мая на наши пункты голосования, они получат два бюллетеня. В маленьком, так скажем, будем называть, бюллетене одномандатного округа у нас будет шесть фамилий, а вот в большом – сорок пять. И особенность нашего предварительного голосования заключается в том, что человек, придя на наш пункт, получив эти бюллетени, может поставить столько галочек, сколько пожелает. Вот ему из шести понравилось три наших участников, он три галочки может поставить. Из сорока пяти ему понравилось десять человек, он десять галочек может поставить. То есть подсчет будет рейтинговый. Итак, 22 мая, в единый день предварительного голосования, в Сочи на территории избирательных участков откроется 43 счетных пункта. Не задействованы будут лишь образовательные учреждения. Таковы требования закона.